Всем привет! Сидораты могут полностью заменить внесение навоза и компоста, которые нужно покупать за немалые деньги. И сегодня вы узнаете, какие три растения я сею осенью, чтобы оздоровить и обогатить почву. Осенью грядки освобождаются от урожая одна за одной, и ни в коем случае эти грядки не должны пустовать. И на это есть ряд причин. Во-первых, если грядка остается пустой, она зарастает сорняками. Сорняки дают обилие семян, и в следующем году невозможно избавиться от этой сорной растительности. Придется все лето полоть и полоть. Во-вторых, если грядку даже выплыть от сорняков, то почва находится на солнце. Солнце, ветер выжигают всю полезную микрофлору, истончается плодородный слой. Поэтому ни в коем случае такие грядки не должны пустовать. Их нужно засевать сидоратами. Для осенней посадки подходят далеко не все сидораты, к сожалению. Потому что многие сидоративные культуры имеют длинный вегетативный период. И к зиме они не успевают нарастить зеленую массу, либо попросту неустойчивы к похолоданию. В осенний период лучше всего использовать в первую очередь озимую рожь. Почему именно озимая рожь? Потому что озимая рожь дает сходы, которые уходят в зиму под снег. А весной, когда снег сходит, озимая рожь сразу начинает идти в рост. И уже ко времени посадки огорода, это примерно первая декада мая, озимая рожь наращивает хорошую зеленую массу. Ее нужно затем скосить, порубить и перекопать грядку. И все, у вас будет равноценное внесение органики, равноценное навозу. Никаких больше органических удобрений, никаких азотных удобрений. Ничего от этого добавлять не надо. Растения будут получать хорошее питание. И в первую очередь озимую рожь нужно высебать на грядках, где ранее рос картофель и томаты, а также в теплице. Потому что озимая рожь оздоравливает почву от фитофторы. И поэтому вот на таких участках нет лучше сидората, чем озимая рожь. К тому же озимую рожь очень хорошо высевать на огородах, в теплицах, где ранее была белокрылка. Потому что если высевать другие сидораты, зимой белокрылка будет ими питаться. А озимую рожь белокрылка не трогает, она не питается озимой рожью. Поэтому в таких случаях также выбирайте в качестве сидората вот эту озимую рожь. Когда вы заделываете в почву озимую рожь, то весной не вносите компост и навоз. Особенно на грядки для томатов. Почему? Потому что если вы внесете еще кроме вот этой заделанной ржи в почву какую-то органику, либо азотное удобрение, то пойдет жирование томатов. Томаты начнут активно растить пасынки листья в ущерб цветению и плодоношению. Поэтому будьте внимательны, не переборщите со внесением органики и азотных удобрений. В остальных случаях никаких проблем нет. Смело высевайте рожь, заделывайте в почву и получайте потом классные урожаи. Второй сидорат, который я высеваю осенью у себя на огороде, это озимый рапс. Озимый рапс, если его сейчас посеять в начале сентября, до зимы дает хорошие всходы. И под снегом эти всходы зимуют, он не замерзает. Весной, как только пригревает солнышко, а зима рапс очень быстро начинает расти, огромные лопушистые листья вырастают, и его также нужно скосить и перекопать огород. И все это также будет заправкой почвы, органикой. Не нужно никакого ни навоза, ни компоста, ни азотных удобрений. Но с рапсом также нужно быть внимательны. Рапс лучше не высевать на тех участках, где будут высаживаться совсем капуста, либо другие крестоцветные культуры. Например, тот же редис, дайкон, репа, редька и так далее. Почему? Потому что у рапса и вот этих крестоцветных культур общие болезни и вредители. Та же крестоцветная бложка, та же кела, которая на капусте образуется. Поэтому все же рапс я рекомендую высевать на участках, предназначенных для посадки картофеля. Это самый лучший оптимальный вариант. Ну и третий сидорат, который я применяю на огороде у себя осенью, это овес. Хотя всходы овса погибают от морозов, но овес хорошо оздоравливает почву, во-первых. И во-вторых, он очень быстро растет. В зиме наращивает хорошую зеленую массу, затем морозами он замерзает, полегает. И вот эти стебли сохраняются на грядках. И когда вот у нас бывают бесснежные зимы, вот эти стебли поникшие, они задерживают снег на грядках. А значит, весной на этих грядках будет много влаги, почва будет влагой. Особенно хорошо посеять овес на грядках с клубникой, потому что на клубнике очень часто бывают проблемы. Клубника может в бесснежные зимы подмерзать. А если посеять вот этот овес, снег задержится, и клубника будет утеплена. И хорошо перезимует, даст отличный урожай. С 12 по 14 сентября мы примем участие совместно с нашим партнером Profit в московской выставке Flower Expo, номер выставочного стенда P102. Приглашаем вас и дарим бесплатный промокод для посещения выставки. Промокод и ссылку на регистрацию на выставку вы найдете под роликом в описании. Зарегистрироваться можно до 11 сентября. Промокодом вы можете поделиться со знакомыми и родственниками. Они также смогут посетить выставку совершенно бесплатно. Буду очень рад пообщаться с вами вживую. До скорой встречи! Высевайте эти три сидората. Они смогут заменить вам внесение удобрений, оздоровить почву и помогут получать хорошее урожае. Спасибо за внимание. До новых встреч! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова 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 Корректор А.Кулакова